Привет всем на канале Farlow TV. Это продолжение прохождения игры Снайпер Войн Призрак 2. Теперь у нас задание Плохая Карма, акт 3. Находимся мы в Тибете. И что у нас теперь будет происходить? Давайте мы пронаблюдаем. Возможно снова будет брифинг к заданию, возможно нет. Давайте подождем немного и убедимся так ли это. Рейзер, внимание! Мы высылаем штурмовую группу, которая встретится с тобой у места назначения. Рейзер 32, говорит Гэмббл 21 лично. Отряды опергруппы будут готовы встретиться с вами у места сделки. Парни, когда мы появимся умеренного на вечеринке, ваша точечная поддержка будет очень кстати. Как слышите? Слышу хорошо, 21-й. Поможем с удовольствием. Вот только прямо сейчас мы немного заняты. Когда будем на месте, мы вам крикнем. Все же брифинг был. Задачи снова нам ясны. Давайте приступать. Все-таки выбрались успешно. Облом со сделкой. Возможный элемент неожиданности. Ни одному это кажется чертовски знакомым. Слышу тебя, но мы должны почистить все хвосты, хотя бы ради Келлера и его парней. Наверное, здесь я должен ряфнуть «Ура!». Так что, чего бы я там ни думал, «Ура, братан!». Неплохие здесь места в плане красоты. Но у нас впереди бойцы. Есть контакт. Храм в урху. Веришь его. И нам не до красивых видов. Значит, имеется цель. Будем сейчас ликвидировать. Угроза ликвидирована. Ладно, выдвигаемся. Кто-то идет. Спрячь за колонной. Тот, что справа, твой. Чисто сработали. Действительно, будем мы выдвигаться. Все так же. Уже скрытно. Мы так скрытно. Врываемся и защищаем по твоей команде. Угу. Что, легкий штурм? Дело за того, ковы. Давайте попробуем. Сложно представить, сколько в храме ходов. Никуда не лезь. Да, куда что-то лезть? Слышу вражские переговоры. Да, очень злышный. Черт. Нужно постараться снять одним выстрелом как можно больше. Присмотрись. Может, на ком-то есть гранаты. Значит, что? Кто-то нас мог заметить. Это мне не нужно. Один из них вот поднимается. Его вроде должны не видеть. То есть, не зону видимости должен быть. Этот боец один стоит. Как-то странно. Итак, поднимайся давай. А данную тройку придется, очевидно, гранатой взорвать, раз шла речь о гранатах. Да. Сейчас вот ты куда-то идешь-идешь. Куда-то ты дойдешь, подозреваю я. Надо, чтобы при этом мы тебя видели. Угроза ликвидирована. Прямое попадание. Они даже не заметили. Отличная работа. А вот и все. Внимание, вражеская вертушка. Фанат оружия массового уничтожения с нами. Ветер, конечно, на время займет пилота, но нам все равно нужно спешить. В самом деле, замедляться нам не очень рекомендуется. Давай-ка посмотрим. У тебя на один час команда снайперов. Башня, два человека. Снимай их поодиночке, когда разойдутся. И постарайся поживее. Ну, спешить нам не очень будет, кстати. Чтобы не промахнулся. Выключи второго, пока он еще не нашел тело. Уже наверняка попали. Это дерьмо. На земле. Ко входу в башню приближается солдат. Не дай ему до нее дойти. Цель справа. К центральной площади подходит патруль. Затаись на время. Это о них речь. Видимо, да. Они расходятся по сторонам. Приготовься. Начни вон с того бездельника. Он готов. Теперь нейтрализуй второго. Один вышел из середины группы. Самое время его снять. Не горячись. Жди момента. Давай, стреляй. Остались три солдата у алтаря. Нас поджимает время. Убей двоих одним выстрелом. Ну, а левый мой. Успешно. Отлично, сработано. Уходим, давай. Да. Побежали дальше мы. Есть. Давай в укрытие. Снайперы наверху. На стене храма. Спрятались. Ага. Но ненадолго. Что ж такое? Чуть-чуть поправку нужно сделать. Ранили. Будут знать, как высовываться. Какие-то неубиваемые, что ли. Непонятно. Это что ж такое? Вот попали по нему теперь. Немного странно как-то это все было. Все вроде чисто. Нужно покинуть открытое место. Рейзер 32. Это Гэмбл 21 лично. Вертушка с интересующим нас лицом вот-вот сядет. Нам нужно, чтобы вы поскорее оказались внизу. Прием. Гэмбл, мы вынуждены засели на главной площади храма к северу. Скоро будем у вас. Хорошо. Информирую вас, что если не будете успевать, то мой юниформ разрешил вам вступать в бой по готовности. Этакий гнев небес получится. Мы будем рады помощи. И не пойте там пока, авы-марию, парни. Вот скоро с неба огонь обрушится. Будет самое время. Слышу хорошо, Рейзер. Ситуация ясна. Будем двигаться в темпе. Андерсон, нужно действовать, пока они не закончили. Хорошо. Потихоньку заходим. Проверь по углам. Один крадется. Цель на 12 часов за углом. Оставь его мне. Давай, действуй. Неожиданный сюрприз. Да не видно его. Теперь видно. Одна цель на ногах. Жди, пока он будет в слепой зоне и вперед. Может, сперва пулеметчика, а потом того, который ходит. А то они нас как-то видят подозрительно. Вот в чем дело. А он уже обратно пошел. Ну, так называемая слепая зона. Помоги-ка нечего подобного. Вот и все. Этот наш тревогу вдруг забил. Да, можно было немного по-другому. Не стрелять через стекло. Листь сначала пулеметчика, а потом второго. Но не особо суть. Главное, быстро их ливидировать обоих. К тому же, напарник по-нормальному мог бы и помочь. Дистанция была не такая уж и сложная, образно говоря. Не так уж и далеко были цели, чтобы попасть на что-то новое винтовки. Ну, или на крайний бы случай подобрался немного. Но не будем заморачиваться. Мы сделали все успешно. Поэтому нам нужно удвигаться на следующие позиции. Поживей. Добрались. Вертолет на земле. Что за фигня? Снайпер Меринова. Кажется... Нет. Что там такое? Кажется, это Карл Мэддекс. Уничтожь его. Он вот-вот скроется. Всем отрядом вырегается. Ракета в укрытие. Прямо на нас. Андерсон, кабина повреждена. Стреляй через нее. Прямо на нас. Сонкин души. Угроза ликвидирована. Прямое попадание. Нет, еще не все. Вот такие были действия, но мы справились успешно. Большое всем спасибо за просмотр. Мы продолжим. Пожарение. Прямо на нас.